так всем привет вы видите и слышите алексея халецкого какие-то странные глюки на youtube хотя как ну они вроде должны что-то выкатить какую-то штуку да сейчас куча подписок будет на твич эти у них какой-то вроде анонс должен состояться в скором времени по-моему даже либо сегодня либо завтра и судя по тому что и комментарии глючат несколько дней и вот этот глюк то мне кажется это как-то а вот вот собственно как раз новость подошла стриминговый сервис google появился 19 марта компания google проводит игровую пресс-конференцию в рамках developers conference 2019 ожидается что на мероприятии компания подробно расскажет прямой эфирный youtube сейчас идет стриминговый сервис google получил официальное название стадия короче google выкатила свой стриминговый сервис и при этом сломала стрим на стриминг на ютубе вот такая реклама игры можно будет запускать прямо на youtube в течение пяти секунд прямо из официального трейлера ну посмотрим а это стриминговый сервис это имеется в виду не стримить видео а играть в игры находясь где-то я понял но в общем на данный момент youtube не стримит поэтому давайте здесь я пока тут включал просто возможность сохранить видео надеюсь я смогу перри перебросить перебросить на куда-нибудь на youtube например запись значит мне отписался в желании сыграть человек с ником tiger в стиме если он здесь давайте дай дай знать но еще нам двое нужны в общем то еще двое если еще кто-то найдется то замечательно минутки две подожду надеюсь youtube выздорове потому что ну потому что здесь основная двинусти на ютюбе основная движуха я как бы мне на твич очень очень влом переходить вам прямо скажу так что он тут в чатике в общем про армелло вышла версия 20 то есть это не армелло 2 не армелло 2 версия 20 вот так что они назвали такое обновление крупное много новых карт она я так понимаю что не дождемся мы никого давайте просто классическую многопользовательскую партию сыграем пошел поиск ну может кто-нибудь присоединиться еще пока идет поиск партии это вот разные они тут блин 86 уровня и 17 уровня вот 86 струбери муз так кого возьмем того возьмем ну давайте сану возьму дальше выбрать это все случайно теперь выдает это блин раньше не случайно было можно было выбрать колечко выбрать амулет или это я должен был до этого организовать я думаю присут появилась еще такие клановые земли так называемые то есть ты перед игрой там все костюмизируешь понял понял ну кто не играл в армелло так давайте я перенесу правда камеру сюда надо не думаю вот здесь он не будет мешаться я думаю так на что пойдем значит у нас прокачан дух мне бы еще интеллект какого подождите почему я за крысу играю если я сану выбрал давайте на камень духа не отпустите это крыса это не я вот где я вот он все я засану слава богу чтобы еще зачем портретик крысы был чё это за фигня так значит кто не в курсе в чем идея армелло король заразился скверной каждую ночь у него добавляются очки гнили каждое утро у него забирается одно хп так как у него их 7 у нас за 14 ходов через 14 ходов он умрет когда он умирает у кого больше всего славы престижа тот и победил но можно победить раньше во первых зайти в замок и убить короля занимаешь его трон во вторых набрать четыре камня душ зайти в замок и вылечить короля но он как бы все равно умирает но типа его душа чистой становится и тоже победить вот что-то из этого надо сделать в этом нам помогают карты которые у нас есть соперники нам мешают договор на престиж вход кстати можно сделать на кого только а вот этот может на другого медведя поставить или на крысу давайте на крысу то есть мы оба до смерти одного из нас будем получать по престижу вход в бою враги получают минус 2 до конца хода перемените к существу минус 2 здоровье вот это можно на себя потому что в начале я использую магию в начале следующего хода начали на ночи магия восстановится одна денежка всего я вот думаю вот эти минус 2 к здоровью нет пока пожалуй поберегу эту карту пока не на кого ее играть ну то есть просто если кого-то разозлить а о прикольно брану сразу камень души пришел просто на ровном месте вот в ночи появляются эти как они называют забыл гады гады перемене переведено включил на фоне твич вообще нормально идет стрим я ж без боже боже сколько на твиче рекламы у меня постоянно говорят что я кучу рекламы пихаю типа в свои видео хотя это автоматом google делает мне влом было бы этим заниматься вот здесь у нас квест сюда к этому месту надо пройти я вообще зашел на твич и не могу до своего стрима добраться пока реклама с этой рекламы я кстати ничего не имею это все твич получает так битва двух героев зайчика и меркурио кстати а кто тут у нас 86 уровня за кого он играет а я не обратил внимание ну зайчик сейчас немножко наваляет крысе вообще не немножко а просто конкретно он ее убьет а нет выжила блин я не хочу крысу я бы мог конечно сейчас сыграть топорик на крысу но я на нее он сыграл престиж а у него задание тут было у зайца поэтому он его отгонял ясно тогда ладно так значит кто у нас играет за кого меркурия это баба за лану харгрейд значит за этого играет за брана нет то есть сам плеб кто был 86 уровня я забыл как его ник был струбери мусс может может все таки за зайчика он играет да и мне ютюб поудобнее мне тоже ютюб удобнее откровенно скажем я на твиче очень давние я не получал портюрку вича я даже не знаю что для этого надо сделать потому что я очень давно то есть я все просто рестримлю а основное на ютюбе происходит не знаю в общем так что тут бран делает что возьмем заклинание ну и давайте предмет ну огневино блин ну вот вот это очень не в тему вот это очень не в тему ну давайте отражение так нападем ну мне надо туда идти видеть как тут этот гад стоит отобрали аж 4 кубика у меня аж 2 отражения сработало ну давайте мне хотя мне надо нанести урона больше чем он наносит мне тогда она отступит этот гад блин одинаково а нет 3 3 на 2 будет я так понимаю да 3 на 2 по идее ага сейчас отступает я сюда вхожу играю на нее топорик блин ну что ну я ненавижу этот рандом долбаный но тем не менее все равно кубики гады не видно у него два кубика господи что тут смотреть просто два кубика еще тут хоть отобью так как мы этого убьем значит кидаем топорик еще раз заходим но заходи на самом деле какая то способность по моему нога ?" О! плюс 1 интеллект в течении дня и к духу и плюс к духу к ночью отличный предмет очень мне нравится а он испытывает дух вместо атаки отлично давайте еще раз нападем видят у меня 6 духа поэтому у меня 6 так в битвах используется атака то есть 2 кубика Опять же, опять 5 кубиков у этого пораженного. 4 отбирается, один на него добавлялся, поэтому 6 кубиков против 2 кубиков. Но надо убивать. У него 1 хитпоинт всего лишь. Отлично, мне так свезло с кубиками, зашибись. Ох, ты убиваешь. Отлично. Нормально, нормально. Да, это новый предмет. Первый раз, когда тебя вижу. Ну, за один ход 2 престижа насобирал, и классный предмет получил. По-моему, очень неплохо мы походили. Правда, если там гад получился. Так, 2 золота в начале хода получаю. Так, я хочу на предмет посоветить. Я лидер по престижу, сейчас я буду выбирать указ короля. Королевский инквизит и усадил в обыску к герой, зараженный гнилью, получает милу своим к престижу. Король тьмает 2 магии у всех героев. Нет магии, получите минус 1 к престижу. Блин, ну тут, по-моему... Блин, ну тут, по-моему... По-моему... О, ноль магии. Одна магия. Может, действительно, пускай магию отнимет. А гнилью кто-нибудь заражен? Гнилью никто не заражен. Тогда давайте... Ой, давайте на магию. Минус 2 магии. У этого минус престиж. У меня минус 2 магии. Гоно YouTube лайки ставить. А кому вы там лайки будете ставить? Так, в бою первые два неудачных броска солнца и... Эй, это просто не мой. Я хочу на эту маскарадную маску смотреть. Плюс 1 к интеллекту в течение дня и плюс 1 к духу ночью. Интеллект это здесь, то есть я смогу больше карт брать, а духу у меня больше будет очков магии, значит. Прикольное... Прикольное это... Предмет. Мне нравится. Так, ну Бран может на меня напасть, кстати. Я не знаю, правда, куда ему надо. Может напасть. Просто убийство... Ты рождаешься опять в плановых землях, но отнимает престиж. Так как я лидер по престижу, то, в принципе, есть... Вот это огневино, конечно, лучше на вход в замок оставить. Лёша, дать знак чего? Напишите кто-нибудь. Вот там люди на YouTube пишут вопросы, что идет стрим на Twitch. Ничего. Не идет... Не идет на YouTube почему-то стрим. Не идет. Так, опять битва кролика с крысой. Ну, Харе убивать крысу, блин. Он мой... Блин, надо было на кролика, конечно, играть. Ну, я бы тоже знал, что... Ну, нормально. Сейчас, как еще, крыса не завалила кролика. Нет, блин, крысу сейчас завалят сто пудов. О, смертельный удар, отлично. А здесь плохо. То есть я вот сейчас потеряю каждый ход престиж. Два дебила, это сила. Факт союзников, видите, распался только что. Да. А, так это крыса на кролика напала. Наоборот. Ну, зачем? Зачем? Испытание. Если не пройдет испытание, то будет минус два к здоровью и плюс один к генили. Нет, прошел. Прошел испытание. Свезло. А какая способность у кролика вообще? Закончив свой ход на равнинах или в горах, выпалит из пушки по всем созданиям, ступающим из соседних лет. Так, ну что, Бран будет на меня нападать? А у Брана что? Плюс один атаки за каждое заклинание, используемое до конца вашей следующей битвы или вашего следующего хода. Нехило. Видите, у него уже шесть атаки. Но он пошел туда. Вверх. Так, мы вытягиваем, наверное, заклинание. О, кражи карты. Еще тогда заклинание. И предмет. Плюс один щит в бою. Давайте возьмем. Блин, не туда пошел. Так, пытаемся взять камень духа. Ну, минус две магии. Страшно, если он пойдет. Так. А, я должен сам выбрать. Ес. Есть камень духа. Плюс я еще к духу получаю очки. Так. Давайте украдем, может, убрано карту. Телепортация. О, класс. Вот это очень в тему. Я сейчас следующим ходом получу... Очень классную карту спер. Я сейчас следующим ходом получу квест очередной. Просто я не знаю сейчас, где он находится. А вот сейчас в начале хода узнаю как раз. Блин, опять. Блин, Брану просто на ровном месте выдают камни души. Что это за хрень? А, подожди, он вообще видел, наверное. Блин. Там он вообще подсвечивается изначально, где появляется камень. Да, у него уже два камня. Он поэтому сюда и пошел, потому что тут было подсвечено. Тут надо следить, кстати. Вот как в этих... В... В руинах... Я сейчас найду, будет где-то или нет. Как руины дымятся, это значит, что из них выйдет гад. Так. Крыса напала на гада. Плюс один гнились, и кролик был убит. Да, но он не убит. Он не убит, он даже прошел испытание просто. Не знаю, может крыса решила по гнили пойти. Гоня. Хм, интересно. 2-2, походу, сейчас будет, да? Что, еще раз будет нападать или... А, нет, он все, он походил уже. Так, ход кролика. Метательный топорик к гаду применил. А к какому? К этому? Которого крыса била. Ой, получил плащ-свет допыта. Использует крыса. А, это Меркурио. Это Меркурио добил. Ну, это даже, даже в свой... Так, блин, выбрать задание надо. Что-то я сижу, туплю. Так, хитпоинты, зеркальный плащ. О, копирую идею, кстати, это очень классно. Я не получу камень духа по той простой причине, что там на атаку... А, вот сюда мы и телепортируемся, значит. Прям на квот. Алешка, Алешка! Ну, погоди немножко. Не поддавайся, Алешка, ласки колошки. Максим Пушкин, спасибо. Алло, Алешка! Что это за прерывание Жени Белоусова? Так, мой ход. Минус два к здоровью. Есть у кого-нибудь, кого-нибудь добить этим минус два к здоровью? Нет, наверное, не будет. А кролик где? Кролик... Ладно, телепортируемся. Применить к пустой клетке? А, это все правильно, да. Терепортироваться это вот... Ну, давайте. Нужен зеркальный плащ, это классная штука. Ес! Пока все везет. Пока все путем. Копируют действия всех предметов врага. Это особенно очень классно в битве с... С этим... Ой, на кролика нарвал. В битве с королем. Потому что у него куча... Всяких предметов. Блин, а почему сейчас вот кроличьи... Эти не... Да, что-то я не проследил, куда кролик ушел. Конечно, ошибка была. Ну, видите, я никакого урона... А, нет, может еще и получу. Могу получить один урон. Давай, щит, щит, щит. Давай, щит. Да. Никто, короче, урона не получает. Побились такие вдвоем. Да, может мне здесь остаться. Так, сейчас опять надо следующий квест. Я все равно лидер по престижу. Очередное... Повеление короля. Король вербует на юнику, чтобы усилить свой контроль над поселениями королевства. Битвы между героями запрещены до следующего расцвета. Получите минус три престижа за неприятное. Во, давайте так. Я не хочу, чтобы на меня... Чтобы на меня нападали. Нападение будет минус три престижа стоить. Главное теперь самому не нападать. Так, опять надо квест выбрать. Оруженосец. Ну, вообще, мне нужен дух. Да не дух, кстати, интеллект. Чтобы больше было карт на руке. Так что, пожалуй, пойду. Я могу не выполнить, конечно, квест, но... Надо сюда идти. Причем, мне надо будет... Желательно сюда зайти днем. По-хорошему, мне надо за два хода дойти до этого квеста. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть, если мне тут никто не будет мешать, то по-хорошему я дохожу. О, спер у меня огневино. Это жалко потерять, да? Огневино. Это классная штука. Это единственная карта. При входе во дворец ты теряешь ход, когда ты входишь в него. А с помощью огневина можно зайти и продолжить ход. Удачно он тут встал. Мне придется... Получаю развед... Ну, все, все, сейчас против меня будут, потому что я, в принципе, считайте лидер. Нет, особо нету ни... Что они телятся. О, вот это... Минус три здоровья. К харгрейву. Давайте применим. Это ж не будет считаться нападением, правильно? Или будет? Блин, что там написано вообще? Битвы. Именно битвы запрещены. Блин! Нет. А, это минус... Минус два. Ладно, все, нормально. Это минус два. Да. Это способность зайчика, к сожалению. Такая. Ну, я и вылечился сразу. О, я все равно могу ходить. А что, я по горам могу спокойно проходить, получается? Плюс один к золоту. Ну... А, давайте ход закончу. Мне мои предметы больше нравятся, которые у меня сейчас есть. Факел. Ну, вот, появился камень душ. Надеюсь, его зайчик заберет, а не бран. Ну да, должен бран вообще. Ой, то есть должен зайчик в начале брана ходить. Вот этот, по идее, должен уйти в начале дня отсюда. Все стражники в начале дня ходят. А все гады в начале вечера. Минус два к здоровью и вынуждает объект покинуть горы. Так что, я по горам хожу, как... Плащ дает эффект одного предмета. Ага. Поселение захватывать есть планы? Не особо. У меня в планах как можно быстрее квесты выполнить. Да, лидер... Есть лидер по камням. Лидер по камням у нас... Бран. Несомненно. О, крыса зашла во дворец. А нафига? Ну, это... То есть, ему, чтобы зайти в дворец, вот надо вот эти... Так он... У него даже кубиков не хватает, чтобы зайти. Может, он просто хотел сжечь карты? Я вот думаю... То есть, он во дворец точно не зайдет. Еще и свалил отсюда. Я не знаю, зачем ему надо было так делать. А, мне выдали камень. Точно. Минус один гнили при нахождении в кругу камней на рассвете. Зарешите свой ход как минимум с одним неиспользованным очком действия, чтобы... А, точно. Это же рандомом мне. Так, да. Кролик забрал этот камень. Здорово. Ха, не прошел, если бы не прошел. Блин, жалко. Перехватывает. Я играю через магию. Давайте-ка я генерацию на себе. Вообще, три. Я тебе на горы сыграю. Уберу эту. Регенерация. Регенерация. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Мне бы какую-нибудь карту, которая еще интеллект увеличивает при испытаниях, чтобы испытания пройти реально. Да, медаль казачьи, я так и понял. Но это, если ты заканчиваешь, опять же, прошлый ход досрочно. Так, что там Бранд делает? На меня пойдет? Бранд стоит вот здесь. Вот здесь. Вопрос только. Пойдет он дальше? О, сосредоточенность. Да. А, нет. Слушай, а куда он делся тогда? Блокирует любые передвижения. Ну, такое себе. Так, ладно. А, нет. Все-таки придется вам подождать. Почему мне так везет? Я не понимаю. Ну, тут уже будет, тут уже будет не два кубика. Там будет все пять. Пять кубиков сейчас у этого гада. Шесть. Шесть кубиков у гада. Так, ну, давайте атаку. Сожгу этот кубик. Ну, и защиту. Я не буду играть эту карту. А вот эту можно сейчас генерацию сыграть, если мне большой урон нанесут. Ого! Ну, нормально у нее, да? Повыпадало. Один. Один. Нормально. Все. Уйдет сейчас. Ой. Сейчас она отойдет. Ну, надо нападать, наверное, я думаю. Семь кубиков против шести кубиков. Интересно, кто-нибудь из героев поражен гнилью? Блин. Блин. Все, меня убивают. Блин, ну-ка, что это за... Что за рандом дебильный? Я, конечно, ее тоже убиваю, но и я умираю. Все на атаку выпало просто у этого говна. Все на атаку. Отлично. Я еще, наверное, и гниль получил, да? Все должны получить заплатить два золота. Неудачно, конечно. У тебя одна гниль. Ну, когда тебя убивает гад, то у тебя одна гниль добавляется. Так, сейчас ссылку на твич. Да, я тоже... Ну, да, в круг камней надо зайти, конечно. У меня минус одно как раз... Минус один гниль и при нахождении в кругу... Блин. Причем еще на рассвете надо обязательно быть в кругу. То есть это меня ночью надо зайти в круг камней, чтобы очиститься. Плюс мне еще надо переться вон к квесту хрен знает сколько, блин. Это же неудачно. Тут еще оба героя и еще один гад стоит. И мне с ним желательно не биться, потому что он тогда будет получать кубик дополнительный. Вот бы Бран напал на зайчика. Ну, да, у Бран, смотрите, 7... 7 атаки, 8, значит, нет, не будет нападать. Я возьму все на магию, потому что у меня следующим ходом будет дофига магии. И пойду, наверное, сюда из расчета в этот круг камней встать и, видимо, как-то так обходить. Ну, и заодно вот в поселение зайду еще. Так, что сыграть? На всех картах символ счета. Плюс 2 к духу до конца следующего хода. До конца следующего? Блин, 3 магии. Я бы сейчас мог плюс 2 к духу, у меня было бы дофига магии, ладно. Ну, давайте, наверное, на всех картах объекта символ счета вот эту сыграем. Но нам не нужны эти карты просто. И плюс 1 к сложности испытания, ну, не знаю. Давайте сюда сбросим. Плюс 2 к духу до конца следующего хода. Но это не надо днем играть эту карту. Плюс 1 к очкам 10, чем и следующий к не входе. Вот это можно сыграть. Скорость. А это надо днем играть. И куда я могу идти? Тут 1, 2, 3, 4. Могу вот сюда встать. Магии наберешь и можно сохранить 1 очко действия. Ну, зачем? Я вот видите, сейчас сыграл карту на 2 очка действия. Единственное, что мне желательно следующим ходом особо магию не тратить, чтобы сыграть в начале дня. То есть у меня сейчас не будет... Магия обновляется каждую ночь. Исходя из того, сколько у вас духа. Деньги обновляются каждый день. Исходя из того, сколько у вас... Каждое утро. Исходя из того, сколько у вас захвачено поселений. Сейчас, видите, гад напал на мое поселение, отобрал его у меня. Сволочь. Так. Надеюсь, датчик не сюда встанет. Вот мудила. Он вот тут стоит. Вот мудила. Ну, вообще, в начале дня должен этот уйти. А, сейчас не начало дня. Сейчас я буду ночью ходить. Блин, долбанный заяц. Ну... Вызвать камень духа. Плюс 2... Что? Плюс 2 к гнили. И 1 очко здоровья за каждого гада. Ладно, тогда зайдем, вылечимся здесь от гнили. А, мне еще это днем надо делать. Блин. Хер с тобой. Я буду тут стоять. Ну, все, закончу ход. То есть, по идее, у меня следующим ходом должно быть вообще 5 очков действия. 5 очков действия. Так, опять я, наверное, выбираю. Да? Да. Видите, какая награда уже за крысу огромная. Это новая льва. Король открыл портал, ведущий в гнилоземье. Точно, получается, 3 гада. Жуткие все гады получают плюс 2 к силе, плюс 2 к атаке. Что ж выбрать, блин. Не, давайте просто 3 гада. Они же вот тут могут появиться, туда, куда мне идти как раз надо. Может просто... Ладно, давайте тогда... Это должно быть интересно. Это потому, что за него награда назначена, поэтому стражники на крысу нападают. Жалко, что мне нечем убить его. Наверное, его стражника убьет сейчас. Хотя у него дофига этих кубиков. Он, наверное, стражника убьет. Убийство стражника еще повысит за него денежку. А, минус 1 престиж дается за убийство стражника. Минус 1 престиж. Стояние на горе дает мне плюс к защите. Плюс 2. Ну, то есть, если я нападу, то у меня будет сразу 2 кубика со щитом. Интересно, говорит король, начиная пастори... Опять... Не понимаю я... Ну, сейчас хотя бы у него 5 кубиков есть, конечно. Какое желание попасть во дворец, постоянное. Нет, не получилось опять. Ну, блин, если он тут сейчас останется на круге ко мне, это неприкольно будет. Ну, блин. Очень не в тему. Так, давайте плюс 2 к дуку сыграем на меня. Сколько у него... Блин, мне бы что-нибудь вытянуть на его убийство. У меня только одна магия, блин. Так, испытание у кролика. Ну, ну, чё... Блин, чё все мешаются мне? Блин, чё так кролику везёт постоянно на испытания? Блин, приходится его обходить. Я не хочу вот... Я и не убью его, потому что у меня... А, он гнилью поражён. Стояночка. Он поражён гнилью. Тогда у меня будет 8 атаки против него. Всё, мы на него нападаем. У меня 8 атаки. Я против всех поражённых гнилью способность. В схватке с поражённым существом используйте дух вместо атаки. А у меня 8 духа, извините. 8 духа. Так, где Бранта? Где он ходит? Ага, здесь. Ну, если... Если я сейчас убью Меркурия, у меня куча бабла привалит. Сразу. Престиж привалит. А я должен убить, потому что у меня 8 атаки. Плюс ещё этот... Сейчас заклинание возьмём. Сила мне тут не нужна особо. Ладно, я ничего не могу тут использовать. Западаем. Блин, почему у меня не используется сейчас дух? Он же поражён гнилью. Блин, я не понимаю эту игру иногда. Он же был поражён гнилью. Один написано. Криндец. А, если 5 и больше? Какой идиотизм. Хер с тобой. Ну и что, сейчас гад появится? Одна монета. Здорово. Вот это мне привалило. А, ну идиотизм тогда. Это уже не честно. Зато я против короля смогу дух использовать, если я зайду с ним... О! Камешек. Слушай, так может мне зайти камешек взять и ещё один сгенерировать? У меня как раз будет 6. Правда, у меня сейчас либо крыса, либо кролик убить могут. Ну, крыса, наверное, будет долбиться в замок. Зачем? Я не знаю, зачем. Вот кролик вполне может меня убить. Да. Нет, да. Крыса на меня нападает. Нет? Что, опять в замок пойдёт? Я не очень понимаю, почему он ещё перешёл в то место, где ему сложнее заходить. Потому что там испытания на дух. То есть у него только 2 кубика. Я не понимаю, что он делает. Чем занимается крыса в этой игре, я не понимаю. Зачем он это вот всё делает? Так странно. Ну, кролик, наверное, всё-таки нападёт. Один хитпоинт, это очень сладкое. Блин, забрал камень. Он всё-таки на камень позарился. НР, знаете, я сюда пойду, чтобы от гнили избавиться. Я с утра окажусь, считайте, в круге камней. И плюс, если что сыграю эту карту... Блин, минус 4 качка магии. Пидрило, блин. Это этот бран на меня сыграл? Пидрило. Просто пидрило. Вот этот весь сифон надо скинуть как-то. Он вообще не нужен. Ну, блин. Я не могу ни одну карту сыграть. Может, эту? Ладно, эту сыграю просто, чтобы... Просто, чтобы её не было. Всё, останусь тут. Странно, кстати, что не напали на меня, они крысы. Ну, крыса, в общем-то, странно играет. Во всех поселениях королевств встречается террор. Король объявляет всех героев врагами королевств. И назначает... Нет, давайте во всех... Террор начинается. Террор начинается. Ну, то есть... Эти... Они больше никому не принадлежат, как бы. Я думаю, что на кролика сейчас... Ой, на кролика. На крысу кто-нибудь да нападет сейчас. Там слишком... Слишком большая награда уже за его голову. Крыса может в конец игры рашить. Так а зачем ему рашить в конец игры, если... Я лидер по престижу, чтобы просто... Чтобы просто игра быстрее закончилась, он не хочет играть или что? Боже. Пока все стражники не перенападают на крысу, ничего не закончится. Ну, наконец-то. Опять будет сейчас в замок заходить? Нет, вылечился. Я реально не могу сообразить, что он хочет. Сундук фармит? Это тупо. Вообще, какие-то такие бессмысленные нападения. Ну че, на кого зайчик будет нападать? На меня или на крысу? Ага, зашел, взял. На крысу будет нападать. Да, ну, крыса просто очень лакомый кусочек. В плане. Очень вкусный. Очень много денег получит кролик, если убьет его. Хера у них тут. Предметов всяких. Кролика все на защиту повыпадало. Просто по нулям все. Ну че, нападет Бран на меня или нет? Он явно зайдет. Нет. Да, вот здесь камень появляется. Вот видите, вот такие голубенькие огоньки? Значит, что ночью тут появится камень. Значит, Бран сейчас тут останется. Ну хреново, че я хочу стоять. Так, хитрость давайте возьмем. Да, к сожалению, только 40% может быть. Да как умерла? Какого хера, блядь? Просто какого хера? Да, кролик палит по всему. Если он на равнине стоит. Если кролик стоит на равнине или на горах. Блин, ну это какой-то... У меня было два хитпоинта. Какого хера у меня гниль не ушла? Нет, ушла гниль. А почему у меня было два хитпоинта? Почему я умер? Долбаная крыса опять. А почему у меня был один хитпоинт? У меня был один хитпоинт вот здесь, когда я был. Я зашел в круг камней, у меня стало два хитпоинта. Куда еще один хитпоинт тогда делся вопрос? У меня был один хитпоинт. Я зашел в круг камней. Добавился еще один хитпоинт. Два хитпоинта. Вышел из него. У меня почему-то один хитпоинт. Какого хрена? Все, уже кролик лидер по престижу. Как этот сифон скинуть куда-нибудь? Может напасть на гады и сжечь? Что, наконец-то крысу убьют? Ну, это чисто сейчас рандом. Что выпадет на кубик? Они, по-моему, приблизительно равны оба. Есть смертельный удар. Это лучший исход из возможных. Оба сдохли. Правда, сейчас Брант получит кучу денег все-таки. Интересно, сколько. А, не получил? То есть, это надо не умереть, чтобы получить деньги, да? Ты думаешь, нападать мне на гады или нет? Или просто идти к квесту? Ладно, пойду к квесту. О, давай, давай, туда, вверх. Куда меня телепортировало? Отлично. Очень, очень, очень свезло. Прям вообще. Камень духа можно вызвать только в кругах камней. Ну, если бы я зашел, то, наверное, бы вызвал, конечно. Ну, что там кролик решает? Да, он выбрал, чтобы за него назначили. Награду. А зачем? Почему он сюда сыграл? Ну, ему, как бы, просто эта карта не нужна была. Семь гнили в гадах вообще сидеть. Убрана нет. Убрана три, по-моему, камня. Точно, четыре камня убрано. О, ё-моё. Ну, всё. Я думаю, что это гг. А сколько у него духа? Ну, в смысле, этого интеллекта. Пять карт. С пятью картами вполне можно зайти в... В замок вполне. Думаю, что сейчас Брант, скорее всего, победит. Откуда он четвёртый камень взял? Тут постоял и всё, да? А где он вообще, Брант-то? А, его убили. Раз, два, три. Ну, в общем, два хода Брану. Типа до победы. Ну, я думаю, тут, в принципе... То, что у тебя висит над деревней, не значит, что ты уже можешь набирать выбрать... Нет, я должен сюда зайти, а тут у меня квест будет. Хотя у бедного кролика нету лапки. Видите, одной. Он на костылики ходит. О, уже и кролик решил заходить в... Заходить в... Просто по пинали дружбы. Не знаю, по-моему, кролику лучше с Браном драться, чем... Ну, Бран, сейчас просто будет прямой наводкой идти в сторону замка. Мне сейчас надо выполнить этот квест, и, в принципе, мне тогда тоже можно в замок заходить. А так как у меня против заражённых гниль, я буду духом пользоваться, поражённым гнилью, то, в принципе, вполне можно на короля... Короля и убить. Тем более, что там плащ-отражение есть. Посмотрим. Ого, ему ещё 4 денег дали. Нормально. Вообще, изи. У чувака... Всё. Все камни собрал, потому что по его пути они попадались. Блин, или минус один престиж получится. Скорее всего, минус один престиж, чтобы сорок процентов, что удачно выберу. Минус один престиж, да? Так. Минус один к очкам действий, минус две карты в руках объекта. На этого чувака надо. Плюс два гнили и одну очку здоровья за каждого гада. Ладно, никто не хватает. Ладно, всё. Ход закончили. Наступает... Ещё одно задание. Девушки отдыхают... Субтитры... 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 Раз, два, три. Да, но я не могу убить стражника. Если стражник в начале дня свалит, например, там, на кролика нападёт, то я смогу здесь зайти. Ход им сифон сифон на себе только, да? Два отравления на стражника повесил. Так, стражник сейчас отойдет, кстати. Да, и в кролик крыса входит. Шесть кубиков, четыре испытания. Ну что, сможет зайти? Так, сжег карту, сжег карту, сжег карту. Кидает, наверное, кубик, да, у него? Нет, сжег карту, все, зашел. Будет нападать на короля. Но он всю игру просто пытался зайти. Он ни квеста не выполнил, ничего. Просто заходил постоянно в замок. Прикольно. Сейчас еще кролик зайдет в замок. И, походу, сейчас еще зайдет бран в замок. Там уже трое будут в замке сидеть. Ну, хотя у кролика что-то пока не особо получается. У него даже не наносит урон стражник уникальный. Ну, готов, убил. Правда, и стражник его тоже покоцает слегка. Так, двое героев в замке, прикиньте. А, подождите, он еще испытание не прошел. Один момент, это я рано сказал, что он в замке. Ему еще надо здесь. Да, и в отличие от крысы ему сжигать нечего. Хе, не повезло. Хе-хе-хе-хе. Просто, сколько у него хитпоинтов? Два. Ну что, теперь бран попрется явно. Воспламенение на меркурию кролик сыграл. Ну, давай, бран, где он тут стоит? Вот тут, по-моему. Блин, а меркурия на себя вылечил. Ну, давай, бран, что ты там? Два очка действия, то есть, где он вообще? Ну, на испытании сжигается... Вот, смотрите, вам нужно, чтобы выпал на кубики вот этот, но можно сжечь карту, у которого есть такой символ, и она сразу будет использоваться. Вот сейчас только что медведь две карты сжег символами щита и гнили. Я думаю, надо выпать, чтобы выпал этот... Мечи. Не выпало. Ну, прошел, чувак. Хе-хе-хе-хе. Ну, крыса прям. Проблема в том, что если медведь зашел в замок, то все, практически он победил на следующий ход, потому что ему не надо драться с королем. Ему достаточно... Так, кража одной карты из рук. Так, давайте мы вот так сделаем. Потом так. Блин, а я не могу зайти здесь, получается. Давайте сопрем карту у брана. Или... Давайте убрана. Минус... Минус три к здоровью. Вау. Ну, давайте кролика убьем. Я тогда стану лидером по престижу. Похоже. И деньги получил еще. Все присвоенные предметы заберем у брана. А, блин, не применяется. Ладно, сюда встанем, значит. А где могу применить? К подземелью, поселению, королевскому стражнику? А королевскому стражнику-то зачем? Что у него там за предметы? Ну что, крыса нападает на короля, похоже. Если крыса короля убивает и сама умирает, то я побеждаю в этой игре. Все дворцовые испытания заменяются королевскими стражниками. С одним здоровья? Покинула свои посты и исчезла? Это интересно. Ну давайте попробуем. Да, этот день это так. Это просто по приколу, чтобы все исчезли. Мне бы очень сейчас хотел, чтобы крыса убила короля и сдохла. Очень хочется. Ну давай, давай, пожалуйста. Я не мог стопнуть. У них же ход все равно идет. Ну давай. Если он убивает короля и сам дохнет, то я победил. Еще раз повторю. Так. Ни хера. Крыса победила. Крыса победила. Ну, чувак долбился. Прям вход в этот фиг знает сколько. Мог стопнуть. Да, ну давайте ему дадим. Действительно, хорошо сыграл. Ничего не скажу. Чернокнижник и пацифист. О, какой-то... Далее... Далее этот... Сундучок. Я не знаю, какой. Так, давайте откроем сундук. Что, да? Наверное, кубики очередные. Да. И кубиков понабирал. Ну, в общем, вот так. О, еще могу открыть сундук. Абрикосовый кубик, господи. Зачем есть столько кубиков? Это прикольно. Что это вообще еще есть? Звонят. Ладно. Спасибо, что смотрели. Извините за проблемы со стримом на ютюбе. Как-то вот так. Не знаю, что получилось. Что там происходит такое? Ну, это у ютюба, еще раз повторю. Они там какой-то свой стриминговый сервис сегодня запустили. Я так понимаю, что это все влияет. Это все влияет. Все. Всем спасибо. Играйте в умные игры. Всем пока.